Добрый вечер! Я с удовольствием хочу вам представить, и многие из вас уже знают, Элла Гурфингель, Certified Mortgage Advisor из Портланда. Спасибо огромное, что ты к нам подключаешься и делишься информацией. С удовольствием. С тобой сегодня еще раз поговорим, потому что как бы мы не хотели купить дом, но для этого нужны деньги, и очень многим нужна помощь, нужно кредитование. Помимо того, что мы можем помочь своим детям, в принципе, стать владельцами недвижимости, построить кредитную историю, ну и, собственно говоря, увеличить свое портфолио недвижимости, мы также можем помочь своим родителям, потому что у нас не у всех есть родители, которые в состоянии сами себе купить недвижимость. То есть, допустим, это случай, когда родители привозят из другой страны, например, что сейчас, допустим, опять же, немаловажная ситуация с Украиной и так далее. Программа малоизвестная почему-то, хотя одна из моих самых любимых. Я думаю, что у людей просто на моменте, когда они думают о том, как купить, смотрят на те возможности, которые общераспространенные. Может быть. Если смотреть на общераспространенные возможности, то не всегда понятно, не всегда видно, как. Почему я всегда говорю, что у вас каждый практически клиент, к которому мне обращается, я знаю, что у нас у каждого всегда есть нюансы. И вот эти нюансы опытный моргидж-брокер может знать, как их правильно строить для того, чтобы у вас получилось. В общем, нам, ребята, от вас нужно желание на самом деле, и любые вопросы можно решать. Поэтому очень важно звонить и разговаривать. Давай вернемся, значит, к этой программе очень интересной, потому что я думаю, что очень многие могут на нее посмотреть и воспользоваться. Очень согласна. Совсем очень согласна. В принципе, изюминка есть в каждой транзакции. Нету как бы практически ни одной транзакции, где бы не было каких-то подводных камней или каких-то, скажем, заморочек. То есть, в принципе, почему я считаю, что и в моей работе, и в Наташиной роботы, компьютеры нас заменить не скоро смогут, потому как столько изюминок и столько расхождений от нормы типа, что без человеческого глаза, без человеческого вмешательства, к сожалению, пока еще невозможно не продать недвижимость. Давай надеяться, потому что ведутся такие большие разработки в сфере artificial intelligence. А кто знает, понимаешь, вот сделают таких и будут они вычислять в три секунды. А вот я вот такая самоуверенная. На наш лет еще хватит. Вот, да, то есть вот возвращаясь к нашим родителям. Это здорово, когда родители могут переехать и жить вместе с нами. Но не каждые родители захотят жить с вами. И все дети захотят жить вместе с родителями. Да. И, кстати, вот у меня в этом году больше и больше получается запросов от пожилых родителей, которые хотят что-то купить, но в этой стране пока не имеют кредитной истории, уже, скорее всего, не будут иметь и дохода. Да. Два таких определяющих. Но большинство их детей в состоянии. Вот как можно с этим работать? Самое прикольное, что это реально очень простой вариант. Чего я говорю? Это один из самых, ну, наверное, best kept secrets в mortgage мире. Это такое простое черное платье. Это простое маленькое черное платье, когда можно купить дом для родителей, не обеспеченных финансово. Причем подтверждение о финансовой несостоятельности, скажем, родителей на самом деле не требуется. Требуется. То есть все, что нужно, это, допустим, если бы я покупала дом сегодня для моих родителей, все, что от меня нужно было бы, это письмо с объяснением, типа объяснительная записка, что мои родители не в состоянии позволить себе купить дом, поэтому я им покупаю жилье, поскольку я хорошая дочка. Отлично. А мы все хорошие дети. А мы все белые, пушистые, замечательные. Вот. И при этой программе процентная ставка дома, недвижимости, которая покупается для родителей, приравнивается к owner-occupied процентной ставке. То есть нету надбавок ни на second home, ни на investment property. Естественно, нужно квалифицировать с учетом всей имеющейся недвижимости. И долгов. И долгов, правильно. Вот. Но, опять же, покупка недвижухи для родителей с 10% downpayment. А там 10% только. А минимум 10%. При минимальных существующих процентных ставках, ну, блин, по-моему, это no-brainer. Да, я тоже считаю, что это совершенно здоровский вариант. Причем родители в этом варианте, кстати говоря, не вписываются в title. То есть недвижимость принадлежит вам. Не дай бог, что случится с родителями. Недвижимость остается за вами. Не нужно иметь дело ни с пробейтом, ни с адвокатами, ни с наследством. Отлично. Слушай, просто очень хороший вариант. Спасибо огромное. Ребят, ну, а к вам большая просьба. Если у вас есть сценарии, варианты, которые вы прокручиваете у себя в голове, но не можете сложить, предоставьте нам этот пазл. И мы с удовольствием подключимся к этому процессу. Вашим услугам два профессиональных пазл-соувера. Так что обращайтесь, будем рады. Всего хорошего, Эл. Ну и всем нам удачи. Сто процентов. Спасибо, Наташа. Субтитры подогнал «Симон»